Ситуация у нас, ну можно уже практически назвать ее катастрофическая. Вода сейчас на данный момент не остановилась, продолжает пребывать. Она на сегодняшнее утро уже на 60 с лишним сантиметров пришла. И как бы продолжает. Очень много новых домовладений ушло под воду. Соответственно, согласен, как бы там определенные структуры должны были, они отработали. То есть те улицы, которые у нас ушли под воду, те домовладения, они были отключены от электро- и газоснабжения. Но, к сожалению, без перекосов даже в этой экстренной ситуации у нас не обошлось. Непосредственно Оренбург Межрегионгаз при попытке отключить улицы Целинная и Городская выяснилось, что у них почему-то не работает задвижка, которая как раз и отвечает за данную функцию отключения конкретной улицы. И они не придумали ничего лучше, чем просто отключить весь поселок. Поселок официально признан неподтопляемым, потому что тот прогнозирующий уровень, который придет, до основного массива вода не дойдет. Соответственно, сейчас у меня на данный момент более 74 детей, 150 взрослых. Соответственно, как бы 200 с лишним, 268, если не ошибаюсь, домостроений, которые требуются отапливаться, проживают люди на постоянной основе. По ДНТ Ивановской там все гораздо-гораздо печальнее. К сожалению, у них практически на 80-90% ушла все дома под воду. Те, которые не ушли, уже просто подтоплены и в ближайшее время, так как прогноз неблагоприятен, вода будет продолжать пребывать. По прогнозу где-то от 30 до 60 сантиметров. Возможно, и они тоже уйдут под воду, и вода войдет уже даже в помещение. Говорить об этом очень-очень тяжело, но, к сожалению, такие вещи тоже нужно озвучивать. Помощь от властей нужна, в первую очередь. Вы знаете, честно вам скажу, я не ожидал такой сплоченности. Очень активно сейчас работают волонтеры, нам привозят и еду, привозят какие-то вещи. То есть, как бы даже местные жители что-то, вот как бы пока был газ, они как бы там готовили все это. То есть, с этой позиции у нас как бы проблем нет. У нас, если вот, пожалуйста, воздействуйте на межрегион газ, чтобы они пока вот сейчас, вот у нас, если я не ошибаюсь, вот именно где-то вот здесь вот, нет, вот на следующей улице. То есть, эта улица, она у нас даже не подойдет под затопление. Там находится вот этот самый кран, который можно поменять спокойно и уже давным-давно бы запустить основной поселок. Я вот об этом прошу, чтобы как бы была произведена вот эта работа. Потому что, как бы, если, как говорят, что подключение будет проходить только после того, когда будет отменен режим ЧС, это две недели люди здесь будут, а ехать некуда и, соответственно, переселяться из нормальных домов в пункт временного проживания. Ну, я думаю, смысл, зачем занимать места, те места, которые могут впоследствии потребоваться именно тем людям, которые действительно будут необходимы. Но это, я думаю, как бы, как минимум преступление.